Седьмой класс, первая серия решения задач. Задача первая. Какое двузначное число в 17 раз больше числа его единиц? Допустим, в этом двузначном числе x десятков и y единиц. Вот так можно представить это число. И оно в 17 раз больше, чем y. Слева и справа можно вычесть y. Затем разделить обе части равенства на 2. И получится 5x равняется 8y. x – это число десятков, y – число единиц. Это равенство будет верно только в том случае, если x равен 8, а y равен 5. 8 десятков и 5 единиц. Это число 85. Задача вторая. Первое число составляет 50% второго. Второе – 30% третьего. А третье – 10% четвертого. Найдите первое число, если сумма всех четырех – 229. За x обозначим четвертое. Тогда третье – 10% от x. 0,1 надо умножить на x. Процент – сотая часть. Второе – 30% от третьего. А первое – половина от второго. Решая уравнение, находим x. 200. А вопрос задачи. Найдите первое число. Первое число равно 3. Ответ – 3. Задача третья. Сколько решений имеет уравнение? Так, модуль содержит данное уравнение. Модуль 5х – 15. Можно разделить обе части равенства на 5. Значит, модуль х равняется 3. х равен 3 и минус 3. Данное уравнение имеет два решения. Задача четвертая. Три велосипедиста одновременно стартовали по круговой дорожке. Первый делает круг за 4 минуты. Второй – за 5. Третий – за 6 минут. Через сколько минут они еще раз окажутся вместе на старте? Надо найти наименьшее общекратное чисел. 4, 5 и 6. Как находится наименьшее общекратное трех чисел? Можно взять то число, которое больше, и перебирать его кратные. 6, 12, 18. Пока не получится то число, которое будет являться кратным и для 4, и для 5. Итак, наименьшее общекратное вот этих трех чисел – 60. Значит, через 60 минут они окажутся вместе на старте. Задача пятая. Можно ли из чисел от 1 до 9 включительно составить магический квадрат, так, чтобы число 8 было в угловой клетке? В магическом квадрате суммы чисел во всех строках, во всех столбцах и на двух диагоналях равны. Если сложить числа от 1 до 9 включительно, получится 45. Вот все эти числа будут записаны в три строки. Значит, в каждой строке значение суммы будет 45 разделить на 3 – 15. И такое же значение будет в каждом столбце и в каждой диагонали. Так, как получить 15 из этих чисел? Вот здесь записаны все возможные варианты. 8 может ли быть в угловой клетке? 8 встречается в этих суммах три раза. Значит, 8 можно записать в угловой клетке, потому что это будет одна сумма, другая и третья. Так, ну давайте попробуем составить магический квадрат, так, чтобы число 8 было в угловой клетке. Единственное число, которое может быть в центре – это число 5, потому что только это число встречается в суммах четыре раза. Так, должно быть 15 на диагонали, значит, здесь двойка. Единица и девятка не могут быть в угловых клетках. Так, здесь 6, здесь 7. То есть значение суммы в каждой строке, в каждом столбце и на диагонали должно быть 15. Вот составлен магический квадрат. Значит, 8 может быть в угловой клетке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok